Сумейте всем страхом в лицо рассмеяться, лишь собственной трусости нужно бояться. Никакого опыта с программированием, тем более с искусственным интеллектом, я не имел. Хотя, на самом деле, прочитал какое-то количество книг, фильмов посмотрел, и мне всегда интересна была тема искусственного интеллекта, тем более, что когда-то в прошлом я занимался темой в лингвистике и подумал, что, возможно, ее можно будет частично реализовать в рамках машинного обучения и искусственного интеллекта. Поэтому совокупность, наверное, этих фактов и событий сподвигла меня к тому, чтобы пройти обучение и посмотреть, что это мне даст, и как это изменит мое отношение к работе, к жизни. Процесс обучения, в общем-то, я думаю, не ограничивается только самим курсом. Как говорили раньше, мы учимся для того, чтобы дальше учиться. Потому что, в общем-то, здесь я владел определенным инструментарием, получил направление векторов для дальнейшего развития и совершенствования. Возможно, я пройду еще какие-то дополнительные тренинги и курсы в вашем университете. Я занимался когда-то лингвистикой много лет назад и изучал эмотивность речи, правда, англоязычной речи. В рамках работы, данной работы в университете, мне пришлось использовать в качестве материала русскоязычные тексты, точнее, отзывы клиентов о кинофильмах, где люди выражали свое отношение о том или ином просмотренном кинофильме. На самом деле база не была такой большой, она была чуть более 10 тысяч отзывов. И некоторые из гипотез, которые мы тестировали в рамках работы, я думаю, будут более успешны в дальнейшем, когда нам удастся собрать большую базу. Но что имеем, то имеем. Да, действительно, в прошлом я занимался эмотивностью речи и мне хотелось посмотреть, как это в рамках машинного обучения и обучения нейронных сетей сработает, какие будут результаты. Результаты действительно были интересные. Мы использовали отзывы в качестве примера. Надеемся, что тематика, что использование разработанных моделей не будет ограничиваться тематикой только отзывов. Возможно, это будет применено и к отзывам о других продуктах, клиентах на маркетплейсах, различных электронных платформах, где люди будут ставить оценки, выражать свои отношения и так далее и тому подобное. Не стал бы говорить, конечно, о сложностях, потому что, в общем-то, вообще сам процесс обучения – это штука нелегкая. Но с самого начала все было выстроено университетом в плане коммуникации, методики, взаимодействия с кураторами на высшем уровне. Честно говоря, ваши коллеги сделали процесс бесшовным, легким, поэтому, честно говоря, каких-то особых трудностей я не испытывал в плане коммуникации и взаимодействия с университетом. Ну, безусловно, в самой программе были непростые темы, которые заставляли потратить больше времени, чем ты планируешь для того, чтобы, в общем-то, синхронизировать еще со своей работой, с личной жизнью. Но, тем не менее, процесс был университетом выстроен гладко, четко, эффективно, поэтому каких-то либо неудобств больших не испытывал. Я пришел в университет, не имея никакой базы программирования, как я сказал ранее, никогда не взаимодействовал ни с машинным обучением, ни с искусственным интеллектом. Поэтому не нужно ничего бояться, нужно учиться, полностью этому отдаваясь, проявляя максимальную заинтересованность. Нужно быть проактивным, не стесняться задавать кураторам всевозможные вопросы. И люди помогут, все сложится, все получится, ничего невозможного нет, все в ваших руках. Поэтому смелее только вперед, учиться, учиться и учиться. И если у кого-то есть сомнения по поводу, является ли возраст барьером и препятствием, то нет. Могу сказать на своем примере, что я начал учиться в 44 года и думаю, что, может быть, и в 55, и в 60 пришел. Процесс обучения построен очень гладко, без шероховатостей, поэтому ни возраст, ни образование не является преградом для получения здесь образования.